Обращение к Адыреву, что с сентября, где он говорит, что муджаеды боялись сунуться в удаль мес, когда узнавали, что они там, получается диагноз, патологический лжец может ли вводить рецидивный... Можешь сказать, что такое кровная месть и кто ее должен совершить у вас, но чё? Кровная месть это когда кто-то совершает умышленное убийство, именно умышленное, и в отместку этого человека выбивает, то есть кровь за кровь. Эта практика называется кровной местью. В чеченском языке это короткое слово чир. Как правило, это убийство в отместку совершают ближайшие родственники убитого по его отцовской линии. То есть это братья, это отец, это двоюродные братья, дяди, племянники, люди из его крови. Людьми его крови считаются только его родственники, ближайшие родственники по отцовской линии. Родственники из материнской линии кровными не считаются. И вот это действие называется кровной местью. Многие кавказы негласно отказались от кровной мести. Лично я считаю правильно, как вы думаете. Так, под многими кавказцами я не буду отвечать за всех кавказцев. Я не знаю, где-то может быть это и никогда не практиковалось, где-то может быть и до сих пор практикуется. Из того, что я знаю, это практикуется, практиковалось и продолжает практиковаться среди чеченцев ингушей. Насколько мне говорили, в Грузии это практикуется у сванов. То есть до сих пор там у них подобные прецеденты можно услышать, увидеть. Насчет остальных я не знаю. То, что я не знаю, это не значит, что этого там нет. Просто я об этом не знаю, я не слышал, не интересовался. Если кто-то, допустим, это оставил, хорошо ли это, тоже не буду. За других не хочу говорить, хорошо это или плохо. У нас это всегда, этот институт всегда сдерживал общество от беспредела. Ну, смотрите, нужно понимать, что общество, которое находилось всегда под гнетом большого соседа, постоянно вело с ним войну и между собой постоянно должно было как-то регулироваться. То есть нас завоевывали государственные органы, власть. Это все, естественно, либо погибали там, либо должны были отойти. Села, люди, попавшие под российский гнет, оставались там какое-то длительное время. Люди должны были жить, происходили какие-то бытовые вещи. То есть это все должно было регулироваться. Конечно, никто не будет, например, пришла Россия царская, там, советская или нынешняя. Никто не будет обращаться для решения своих проблем. То есть чеченцы, когда у них возникают какие-то проблемы, они не будут обращаться к российскому полицейскому, к российскому закону, к российскому суду, чтобы решать вопросы между собой. Поэтому у нас всегда существовал вот этот народный суд, у нас всегда были какие-то авторитетные люди. Как правило, это были люди, обучавшиеся в каких-то исламских вузах. То есть всегда работала вот эта вот система альтернативного судопроизводства и исполнения наказания среди людей. Мы как-то вопросы решали, вопросы бытовых каких-то споров, там, долгов, в том числе и преднамеренных или непреднамеренных убий. Обращение Кадырову, что в сентября, где он говорит, что муджаеды боялись сунуться в удальмес, когда узнавали, что они там, получается, диагноз, патологический лжец может ли вводить рецидивный патологический лжец. Слушай, эти истории Кадырова о том, как его все боялись, как он распугал там полторы тысячи человек, как он лично зашел в тапочках и белые футболки и напугал Айсу Мунаева. В общем, от него много подобных перлов. Я не удивлюсь, если он сам даже поверил во многие из этих историй. Говорят, есть такой психологический трюк, когда человек много раз проговаривает ложь, то он сам начинает в какой-то момент в нее верить. Поэтому, может, он реально уже живет в таком вымышленном лживом мире, где он смелый парень. Но реальность, конечно, совершенно иная. Кадырова – это патологический трус. Никогда вообще ни в одной передряге не участвовавший. Я не говорю там про бой. Вообще просто какой-то передряге, из-за которой можно было бы сказать, что он где-то повел себя мужественно. Единственная его передряга, в которой он был, это с Ямадаевыми. И там он себя повел, как последний трус. Ты критикуешь из твоего народа тех, кто служит Кремлю. Но что ты предлагаешь делать рабу, если у него нет сил бороться против хозяина? Типа умереть стоя лучше, чем жить на коленях? Если бы у них был такой выбор, то твой вопрос имел бы какой-то, может быть, смысл. И мы бы сейчас какими-то лозунгами говорили бы. Но на самом деле они не стояли перед таким выбором. Те, кто начали служить, и большинство тех, кто сегодня служит этому врагу, они не стояли перед таким вот прям выбором, либо ты служишь, либо ты умираешь стоя. Всегда там была возможность не служить и жить, и как-то маневрировать в сложившейся ситуации. Поэтому это всегда выбор этих людей между удобной для себя, комфортной жизнью, став предателями, либо не очень комфортной, достойной жизнью, не будучи предателями. Но тут сложнее. Тут зарплаты будут меньше, оружия у тебя там свободного ношения не будет. То есть вот этими ништячками на самом деле покупают этих людей. Ну хорошо, а если прям прямой выбор, либо вы становитесь нашими рабами, либо умираете, то какой выбор ты предлагаешь членскому народу? Слушай, я не хочу играть в игру по твоим правилам. Накидывать какие-то вопросы, которые не являются актуальными. И из вот этой вот, из вымышленной ситуации теперь мне что-то выбирать. Зачем мне это делать? Конечно, я сейчас могу тебе лозунгом ответить, свобода или смерть. Ну, мне неинтересен такой диалог. Я просто вижу, как нас упрекают и пытаются представить, что лидером всех этих проектов были дагестанцы, и как одеяло на себя. Слушай, вот этот разговор мне тоже неинтересен. Вот у тебя там с кем-то, с каким-то там на этом же уровне представителем Дагестана какой-то спор происходит, и это чисто ваша внутренняя такая проблема. Поспорьте, каждый похвалите свою сторону, скажите, что вы круче, а не скажут, что они круче, и разойдитесь на этом. Это не тема для серьезного разговора. Томсо, как поступите, если война в Украине закончится, и за ней последует война с Чечнёй? Это вполне вероятно. Присоединитесь ли к воинам в Чечении? Так, вероятно ли такое, что закончится война в Украине, начнется с Чечнёй? Ну, я пока не вижу таких предпосылок. Я не знаю, какой сценарий для этого должен осуществиться. В общем, нет, я пока не могу об этом говорить. Как я поступлю, время покажет. Я думаю, здесь слишком много переменных в этом вопросе. Время покажет. Я буду, иншаллах, всегда поступать в зависимости от ситуации и так, как должен поступать мусульманин в подобных ситуациях. Как я посчитаю правильно, так я и буду, иншаллах, поступать. Что думаешь о Аслане Арцуеве? Как думаешь, он еврей или агент российских или израильских спецслужб? Иначе почему он так топит за Израиле? Почему он тебя закаивает, других обвиняет на работе на российские спецслужбы? Не, я думаю, он в результате своей вот этой работы, в результате того, что он изначально начал обвинять всех в работе на спецслужбы, он реально, мне кажется, просто погнал. То есть, то, что он сейчас делает, мне кажется, это уже диагноз. По-моему, надо... То есть, я даже не хочу на эти темы как-то крутить, потому что там, по-моему, там реально уже с головой какие-то проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok